У нас тут парк закрыли на месяц почти. Ну не из-за карантина, понятно, а типа на просушку. Посмотрим, что будет через местишко, кто будет ходить в парк вообще. Давно хотел снять видео про зимнее плавание, но, к сожалению, зима была настолько хреновая, что, блин, я даже, короче, даже не пытался. Просто какого хрена, какого хрена, когда нет зимы. В общем, немного разгрустнул и не пытался. А сейчас, удивительно, весной такие минусовые температуры стоят до минус 10 ночью, поэтому я тут немножко возобновил плавание и, блин, уверен, видос будет как нельзя, кстати, сейчас. Ну и так как парк реально закрыли, не просто там закрыли, ну а реально закрыли на просушку и в него попасть можно только через дырки в заборе, а там, где выбегаю или забегаю, к сожалению, дырек в заборе близко нет. Приходится не кисло так отбегать до проруби, имеется ввиду. А так-то, в принципе, пофиг, бегать можно нормально. Ну и еще один такой момент, что, скорее всего, это должно быть заметно. Сейчас снимаю на X3000, на Sony. Прошлый видос был снят на GoPro Max. Этот на Sony можно реально посмотреть по качеству картинки, но и по качеству звука мне все-таки. Старенькая Sony нравится гораздо больше, чем GoPro Max, но именно в режиме Hero мы сейчас говорим, потому что микрофоны работают офигенчески. Ну и картинка у нее все-таки приятная. Да, стабилизация не та, но камере больше трех лет. Ну вот. Но картинка за счет хороших линз за счет обработки видео очень крутая. Мне реально нравится и звук кайфа. Вот такие бы микрофоны в GoPro забахать было бы просто шикарно. Увлечение плаванием в холодной воде появилось у меня несколько лет назад. И всему виной Борис Шаляпин. Мы, кстати, с ним плавали как раз в прошлом году на Кубке Большой Невы. И можно посмотреть видео у меня на канале. Я в детстве немного плавал. Родители водили плавать. По глубокой осени мы плавали, но не думаю, что это можно назвать прямо каким-то увлечением или из-за этого я стал плавать в холодной воде. Интересно, на самом деле, появился именно как вызов. Непонятно было, смогу я или нет. Мне стало именно интересно, смогу я или нет поплавать в холодной воде, проплыть там несколько метров. Не знаю, не то, что просто зайти в холодную воду, а проплыть именно несколько метров, там продержаться 25, может быть, 50. И тут, на самом деле, я вижу несколько плюсов в плавании в холодной воде. Это не то, что это не просто плавание, не просто вызов себе, не просто какой-то спорт. На самом деле, здесь есть очень большая часть самообладания, того, как ты сможешь себя контролировать в сложной и критической ситуации, потому что плавание, ну, холодная вода, вообще, это стресс. И когда ты попадаешь в него, твой организм кричит тебе, что, бро, давай быстрее, давай, давай скорее выходи из этой холодной воды, и что ты делаешь вообще? Самое сложное, ну, может быть, не то, что самое сложное, вообще сложная вещь, это контролировать себя в такой ситуации. Плавание, вот здесь вот в холодной воде, я реально проецирую на жизнь, на то, что ты можешь в жизни, в работе, в повседневной своей жизни попасть в эту стрессовую ситуацию. И очень важно, как ты в ней себя будешь вести, как ты на нее отреагируешь, не запаникуешь ли ты, сможешь ли ты здраво оценивать то, что происходит сейчас вокруг. И вот, мне кажется, вот это самое важное. Вообще, меня немножко пугает такая солнечная погода, ну, не в том плане, что меня солнце пугает, а в том плане, что пандемия, мать ее, эпидемия, и природа такая, вот вам эпидемия. Но, зато в это время будет хорошая солнечная погода. Ну и, собственно, уже после пары заплыва в холодной воде я точно понимал, для чего мне это нужно. Это не какой-то не спорт, там, не челлендж, не что-то еще. Это именно возможность контролировать себя, тренировка самообладания, тренировка того, как ты будешь действовать в сложной ситуации. И именно это я считаю важным, ну, для себя, по крайней мере. И сейчас, когда в мире ситуация, мягко сказать, так себе, надеюсь, тренировки зимнего плавания мне помогут держать себя в руках. В случае, что и принимать правильные решения, не паниковать. Принимайте только взвешенные решения, не поддавайтесь панике, как бы не было тяжело. И будьте здоровы! Пока!